Вот это вот все будет красными свечами стоять. Красные, махровые, белые с лепестками-пропеллерами. 80 сортов сирени, 400 кустов. Посмотреть на уникальное произведение садового искусства к Людмиле Красноперого люди едут даже из других регионов. Но сегодня, считает жительница деревни Старая Мартьянова, сиреневый сад под угрозой. Каждый день к забору камазами свозится строительный мусор. Просто сделали свалку, помойку около нашего участка. Бутылки и пластик перелетают. Стоит только быть порыву ветра и даже просто сваливают. К нам летит на участок эта грязь. Местные жители выяснили, это владелец придорожного кафе собрался строить здесь автопарковку. Территория длиной в 300 метров будет буквально граничить с жилыми домами местных жителей. Люди категорически против. Недовольство заключается в том, что, во-первых, если это строительная работа официальная, то в этом случае пускание проводится согласно тех СНИПов, которые предъявляются к строительству. Пускай это будет грунт, пускай это будет щебень, но пускай это не будет мусор. Всем понятно, такая площадка не для легковушек. Останавливаться, скорее всего, здесь будут большегрузы. Дышать выхлопными газами фур жители деревни не хотят. Что такое соседство с этими машинами здесь хорошо знают. Трейлеры часто устраивают стоянку вдоль дороги. Если даже здесь оградить запах, который идет от этих машин, вот нам достаточно здесь, заправка есть, нам этого достаточно. А еще от этих машин, это буквально же, вот сколько там, 15 метров от этого, от жилых помещений. Ну как вот тут дышать-то? С просьбой разобраться жители писали письма местным чиновникам. Но те разбираться в проблеме, кажется, не собираются. Да и вообще проблемы, считают сельские начальники, нет никакой. Там будет парковка для машин. Владелец согласовал все документы. Скорее всего, раз он говорит, что ну устно, по телефону я сразу созвонился, спросил, что ты там строишь, что ты там мусор-то балишь. Он сказал, это моя земля, в аренду взята, я строю там парковку. Все, это его ответ был. Такой ответ жители деревни не устраивают. Люди намерены добиваться переноса автопарковки подальше от их участков. Анастасия Рядько, Александр Широбоков, телеканал Майя Удмуртия.